Мотивы детства в этом дворе звучат иначе. Бременские музыканты в повторе чуть не убили здесь ребенка. Бетонное небо буквально придавило 9-летнего мальчика. Сейчас со здоровьем, слава богу, все в порядке. Три года мы лечились. У него был перелом пятки, довольно-таки серьезный. Сейчас у нас идут судебные тяжбы с уважаемым Дезом, который не хочет признавать свою вину. В 2017-м во время строительства новой площадки эта конструкция мешала технике. Один из рабочих, согласно документам, самовольно вызвал кран и разобрал ее. Поясним, плиту, упавшую на ребенка, до вмешательства горе сотрудника держали лавочки. Вернуть их на место человек не удосужился. Соответственно, она ничем не закреплена, она просто там вставлена в пазы. Но если ребенок может ее уронить. Уголовное дело не завели, мальчик остался жив. Однако родители потребовали у управляющей компании компенсацию за ущерб, причиненную здоровью сына. Но денег не дождались. В документах значилось, что ребенок сам зашел за заградительную ленту и раскачивал плиту. Правда, фото, сделанное сразу после происшествия, лишь подтверждает, что никакой ленты не было. Папа рассказал, что вот эта вот конструкция, ее сдвинули и не закрепили, и никак не оградили лентами. Это было действительно так, ее поставили, не успели закрепить. Но дело в том, что идет сегодня разбирательство, там приписывают очень много денег, и как бы, ну, наверное, мы, может быть, не согласны. То есть вас смущает Сома? Да, да. Есть конкуренция вот в этой ситуации между 1064-й статьей Гражданского кодекса и 1083-й. Первая статья у нас говорит о том, что лицо, причинившее вред, обязано его возместить, ну, и предполагается, что полностью. А 1083-я статья говорит о том, что есть случаи, когда сам пострадавший отчасти повлек причинение такого вреда, и, соответственно, в этой ситуации суд может отступить от полного возмещения. Частичное или полное возмещение – это все равно победа, уверен юрист. В нашем случае родители запросили 130 тысяч рублей. Во время лечения у сына, по их словам, были серьезные проблемы с ногой. Восстановление требовало больших затрат. Кто выиграет суд? Пока вопрос, но юрист практически уверен в победе родителей. Правда, сумма ущерба по итогу может оказаться не столь значительной. Остается только ждать. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.